Полиция курортного района подвела итоги оперативно-служебной деятельности за 2020 год. На веренной ОМВД территории уровень преступности по-прежнему остается ниже среднегородского показателя. Итоговое совещание состоялось в специальном режиме из-за санитарных ограничений, но это не помешало поблагодарить за службу ряд сотрудников, пусть и в таком немногочисленном составе собрания. Я хочу начать с хорошего награждения, поощрения личных составов. Поэтому, исполняющего обязан начальника кадров, прошу зачитать приказ. Специальные звания, знаки за отличную службу в ОМВД, почетные грамоты и благодарности. Итоги ушедшего года в курортном ОМВД сегодня подводит Дмитрий Громов. Полковник полиции возглавил наше районное силовое ведомство в сентябре. Из-за прошедшего месяца успешно разобрался в специфике работы отдела, а также познакомился с личным составом и сегодня сотрудников благодарил за службу. Поздравляю еще раз. Служба у нас достойная. Служба участковых на хорошем уровне. Поздравляю вас. Товарищ полковник, мэра полиции Тихонирова, для получения грамоты. Поздравляю вас. Спасибо. Слава Николаевна, у нас является руководителем УВМ. Молодец. Спасибо, Слава Николаевна, за службу. По статистическому докладу по итогам оперативно-служебной деятельности ОМВД сделаны выводы об увеличении роста зарегистрированных преступлений в районе более чем на 30%. Прежде всего за счет увеличившихся имущественных посягательств, таких как мошенничество и кражи. Однако уровень преступности в нашем районе остается все равно ниже на 11% по среднегородскому показателю. По одним составам преступлений статистика снижается, по другим идет вверх. Зафиксировано увеличение массива тяжкой преступности на 41,3%, включая посягательство на жизнь и здоровье граждан. Общее количество преступлений против личности также возросло. В структуре преступности, как и прежде, продолжают доминировать преступления против собственности, которые составляют более половины от всех зарегистрированных преступлений. Увеличилось количество краж, совершенных из магазинов. На 33,3% снизилось количество совершенных на территории обслуживания ОМВД разбойных нападений. Среди изменений, произошедших в районной структуре ОМВД в ушедшем году, отмечена реорганизация 50-го отделения полиции в поселке Песочный в территориальный пункт. Также в структуру ОМВД введены два новых подразделения. Отдел по контролю за оборотом наркотиков и отделение конвойной службы. Если обратиться вновь к статистике совершенных преступлений в прошлом году, то среди них доминируют кражи. Их 42% от всех зарегистрированных преступлений. Особый рост выделяет кражам, совершенным с применением IT-технологий. Учитывая этот и другие факты, поставлены задачей на текущий год. Принять меры, направленные на выявление, пресечение и раскрытие преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе и в отношении пожилых граждан. Организовать проведение комплексно-оперативно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение роста совершаемых на территории обслуживания особо тяжких преступлений против личности. Активизировать проведение мероприятий, направленных на изобличение и пресечение деятельности лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотиков, а также направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. По сути, много что было сказано. Проблемы наши понятны, только что были озвучены. Задачи также сейчас мы поставим в процессе доклада у них руководителей.